Здравствуйте, это Рынки-позиция. В студии Даниил Бавич. Напомню, что в этой программе мы изучаем, так сказать, два формата подхода к рынку, преимущественно основаны на анализе графиков и преимущественно основаны на анализе показателей корпоративных или показателей экономических, фундаментальных. Вот эти два подхода и те люди, которые пришли к нам в студию, соревнуются у нас в течение недели. Будем так говорить, что соревнования это носят весьма условный характер. И тот счет, который у нас на табло, все-таки это в большей степени не футбольный счет. Главное, как я считаю, и, наверное, любой телезритель, любой человек, который имел дело с деньгами, со мной согласится. Главное, это быть в плюсе. На сегодняшний день, ну, давайте сначала представлю участников нашей программы. Вячеслав Абрамов, главный инвестиционный консультант финансовой группы БКС и Артем Диев, ведущий аналитики инвестиционной компании Амаркетс. Здравствуйте, господа, спасибо, что пришли. Смотрите, как мы начали прекрасно эту неделю. Я не мог не нарадоваться на вас обоих. Как, вернее, ваши результаты поднимали мне настроение. А сегодня как-то, несмотря на то, что пятница, вот, завершение недели, мне как-то тревожно. Почему мне тревожно? Потому что результаты стали ухудшаться. Первые две сделки, понедельник, вторник, и у вас, Артем, и у вас, Вячеслав, были положительные результаты. Но потом в среду и в четверг, как будто бы вы за компанию стали огорчать нас всех. В чем дело? Почему все-таки, вот, Вячеслав, фортуна такая переменчивая? Смотрите, как вы прекрасно шартили. Сбербанк, заработали хорошо. ММВБ уже поменьше. А потом пошли минусы. Но пока вы еще в плюсе. Нет ли желания вообще воздержаться от сделок, сказать, и сегодня я, Square, вне рынка? Ведь можно и так, или нет? К сожалению, в формате... Нельзя, формат не позволяет. В формате передачи, да, это нельзя сделать. Ну, знаете, как говорят, трейдер предполагает, маркетмейкер располагает. Тем не менее, не унываем. Сделки не всегда бывают плюсовые. Это, ну, очевидно. Нет, мне кажется, ни одного инвестора или трейдера, который бы, ну, всегда бы только зарабатывал. Всегда есть какие-то просадки. Для этого существуют стопы. Поэтому мы, в принципе, как бы себе риск менеджмент обезопасиваем. Сегодня, ну, вообще, если смотреть всю неделю на этот рынок, да, можно, в принципе, наверное, было практически всю неделю шортить, потому что рынок падает. Были новости от Goldman Sachs о том, что рекомендации по сворачиванию позиций в развивающихся рынках, основные валюты, наверное, это рубль, рупий и реал. Вот. В принципе, скоро грядет месяц август. На пороге санкции возможный новый пакет, который может принять Конгресс. Поэтому инвесторы опасаются вложений и сейчас частично фиксируют позиции. На мой взгляд, это, в принципе, и отражается на рынке. Мы это видим. Вячеслав, я полностью с вами согласен. И когда вы осуществляли первые свои сделки, первых три сделки, в принципе, в общем, вопросов по технике не возникало. Единственный вопрос возник по Алросе. Почему? Потому что, казалось бы, да, вот поймать разворот всегда сложно. Ловить именно эту самую точку, именно войти там, где будет изменение кардинальное в динамике цен. И в этот раз не удалось. Смотрите, Алрос и сейчас падает. На самом деле, мне кажется, что если бы, вот, исходя из соотношения сделок на сегодняшний момент, две убыточных, у вас две сделки в плюс. И даже соотношение у вас, если взять первую сделку по Сбербанку, то профит больше, чем лос. То есть, как бы, здесь вопросов, наверное, все-таки никаких нет. Потому что стремиться к тому, чтобы у вас большинство сделок было, подавляющее большинство сделок было прибыльными. Это, конечно, похвальное стремление, но это, наверное, недостижимая цель. Мы зарабатываем на том, что все-таки мат ожиданий, тренд в нашу сторону. И поэтому, если мы даем прибылям России, то, в общем и целом, даже если у нас поровну примерно сделок убыточных и сделок прибыльных, мы все равно в плюсе. И важно здесь не обыграть Артема, например, даже, а просто быть в плюсе, что вам и удается. Что касается сделки Славарусы, безусловно, это был определенный риск. Но, увы, как говорится, мы не будем забывать, что все-таки наша задача здесь не столько заработать денег, сколько показать нашим телезрителям, какие сложности, какие подвохи подстерегают на пути каждого трейдера или человека, который занимается активной торговлей, инвестициями. Потому что, ну, будем отдавать должное, все-таки это активный трейдинг у нас. Каждый день вы вынуждены совершать по сделке. Если бы я, честно говоря, вот когда занимался активным трейдингом, был поставлен в такие условия, не знаю, согласился бы я или нет. Мне кажется, это все-таки больше, это, конечно, еще не торговый робот, но уже не человек. То есть, какая-то игромания в какой-то степени. Ну, и давайте, Артем, с вами разберем вот эту вещь. Помните, мы же вас предупреждали, так и хочется сказать. Господин Драги, так же, как и господин Трише, настолько хитрые и ушлые люди, они прекрасно умеют манипулировать ожиданиями участников рынка. И, как правило, когда идет пресс-конференция господина Драги или когда еще шла пресс-конференция господина Трише, почему-то всегда пара евро-доллар показывает обратное направление тому, что было до. И причем, когда вы тогда включили сделку по нефти, мне казалось, что вы, наоборот, будете перед заседанием ЕЦБ продавать единую европейскую валюту. Но выбор за вами, собственно. И вот что хочется спросить у вас. Смотрите, две сделки у вас, две сделки с плюсом, две сделки с минусом. Но получается так, видимо, это в силу просто того, что вы поставлены в такие условия, что профит получается меньше, чем убыток. И это очень хороший показатель того, как не нужно торговать, но просто условия программы такие, что если бы ваши сделки, вот первые две прибыльные, вы бы дали прибыли расти, то понятно, что бы сейчас результат другого, он был бы с фактором плюс, а сейчас у нас фактор минус. Правильно? Правильно. Я абсолютно согласен, что формат передачи предопределяет то, что у каждой сделки должен быть временной интервал. Начало, конец. И мы загнаны, по сути, в рамки. При этом вот этот сам подход, он игнорирует другой, более важный подход. Он заключается в том, что любой анализ рынка, пусть то из стоящих технических сигналов, стоящих фундаментальных, он подразумевает торговлю, конечно же, на более длительный период времени. Поэтому я заранее, опять же, подходя к каждой сделке, даю рекомендацию, отталкиваюсь от того фундамента, который актуален в течение торговой сессии, и делаю небольшую ремарку в сторону того, что активы, которые мы торгуем каждый день, они, как инвестиционные сделки, сохраняют свою актуальность и дальше. Это касается всех тех инструментов, которые я анализировал в ходе передач. Что касается европейской валюты вчера, то, безусловно, то, что происходит сейчас в плане реакции европейского валютного актива, особенно на то, что мы слышим от представителей Европейского Центрального Банка, это самый настоящий парадокс, к которому очень много вопросов. Я думаю, сейчас копаться в нем особо не стоит. Но парадокс заключается в том, что, опять же, обращая внимание на вчерашнюю риторику Драги, мы не услышали тех самых жестких комментариев, на которые рассчитывали покупатели. То есть комментариев, от которых можно было бы оттолкнуться. То есть Драги не анонсировал конкретные сроки потенциального выхода из программы количественного смягчения. Более того, он повторил ровным счетом то, что было сказано им ранее, то, что без экономических стимулов еврозона просто существовать не может. И если они когда-нибудь и прибегнут к возможности рассмотрения выхода из-за периода низких процентных ставок и действия программы количественного смягчения, это произойдет не раньше конца 2017 года, то есть очень не скоро. При этом реакция предполагала то, что мы видели, евро вырос, игнорируя даже тот факт, что рост европейской валюты априори приводит к снижению индекса потребительских цен с низкими значениями, которые борется Европейский Центральный Банк. В этом, мне кажется, вообще главный парадокс. Артем, вот слушая вас, я вспомнил один старый грузинский анекдот. Дети. Это нельзя объяснить, это нужно запомнить. Мне кажется, здесь, в общем, вот как раз в точку, потому что понять реакцию валютного рынка, и не только валютного, любого другого, на новости иногда сложно. Почему? Потому что там масса факторов включается, не все факторы учтены. Но, как говорят технические аналитики, цена учитывает все. И, собственно, когда мы смотрим на цены, когда мы смотрим на фундаментал, некоторые люди, сторонники фундаментального анализа, мы на эту тему постоянно с моим коллегой Янгеновичем дискутируем. Поскольку он человек такой фундаменталист, борода у него даже несколько подлиннее, чем у вас, кстати, Вячеслав. Так вот, он все время упирает на фундаментальные вещи. Вчера мы с ним тоже не могли дойти объяснение для такого движения по евро. И только когда мы стали это уже обсуждать в эфире, у меня родилась простейшая идея, просто сейчас очень сильный тренд по евро. И любая новость, она отыгрывается в пользу единой европейской валюты. Просто когда человек находится в стабильном состоянии духа, он все рационально анализирует. Когда он влюблен, он любую новость будет усталковывать так, как это нужно. Вот и в данном случае рынок влюблен сейчас в евро. Ну что же, Артем, ваше слово. Давайте, может быть, отыграетесь. И я уверен, что ваша идея, она может сработать. Хотя, я не знаю до конца. Большое спасибо за слово. Сегодня, друзья, я хочу предложить сделку, которая, может быть, по формату выбивается из привычного набора инструментов, которые анализируются в формате этой передачи. Сегодня я предлагаю поторговать криптовалютой. Даже несмотря на то, что этот актив бесспорно невероятно волатилен, он сопряжен с колоссальным количеством рисков. Но если посмотреть и на тот профит, который можно извлечь, наверное, прибылью можно все-таки покрыть все вот эти потенциальные риски. Речь идет о сделке по покупке биткоина против доллара. Если мы посмотрим на текущие котировки, то сможем заметить, что вчерашняя торговая сессия оказалась невероятно результативной для этого инструмента. Рост больше 20% и восходящая динамика продолжается. Я, тесно говоря, обращаю внимание на биткоин в течение уже давнего периода времени. И в течение этой недели также хотел рекомендовать уже эту сделку. Думал, что будет подходящий момент. Но, к сожалению, профукал вчерашний день. Но ничего. В отношении биткоина уверен, есть еще потенциал дальнейшего роста, потому что сейчас трейдеры отыгрывают очень важные фундаментальные события, связанные с появлением нового софта, программного обеспечения, которое уже было принято большинством майнеров. В частности, если посмотреть на портал CoinDance, который оценивает, насколько сейчас интересен, в принципе, этот софт, больше 93% готовы поставить крест на прошлом протоколе, поскольку новое программное обеспечение позволяет снова масштабировать, позволяет увеличить пропускную способность вообще всей системы блокчейн и снова вернуть интерес к этому инструменту. Поэтому в качестве дальнейших ценовых ориентировок, я думаю, что не стоит в отношении биткоина поглядывать на важность уровня сопротивления. Я думаю, что криптовалюты – это те инструменты, которым точно плевать на, может быть, и технические составляющие, а часть фундаментальные. У них есть тренд, который вызван конкретным катализатором. И этот тренд может завести биткоин выше 3000 долларов. И хочу напомнить еще комментарии и давние прогнозы одного из влиятельнейших инвесторов, Томаса Ли, который прогнозирует биткоин на отметке в 55 тысяч долларов. Артем, я впервые в своей жизни слышу человека, который называет себя фундаменталистом и фундаментально обоснует покупку биткоина. Спасибо вам огромное, желаю вам удачи, несмотря на, казалось бы, такое безнадежное дело, но ваша речь меня вдохновила. А теперь, Вячеслав, вам слово. Что вы там, шортите или блонд? Спасибо, Данил. Сегодня мы покупаем акции Аэрофлота. Локально восходящий канал. Тренд, в принципе, восходящий, он не сломлен. Акции откатывались от Хая, который был переписан буквально не так давно. Текущие котировки в районе 212 рублей. Поддержка на уровне 211. То есть, в принципе, мы видели тестирование поддержки уровня. Она себя оправдывала. Поэтому, в принципе, достаточно приемлемые уровни для покупки сейчас. Тейк-профит мы выставим на уровень 215, возможно, даже 217. Там достаточно мощный уровень сопротивления. Ну, в принципе, посмотрим на сегодняшние торги, потому что пока котировки, ну, вот, как я и говорил, торгуются в районе 212 рублей. Ждем верхней границы. Ну, вот так у нас получается. Фундаменталист, скорее, техник. А техник склонен к фундаменталу. И, в принципе, это правильно, потому что одно без другого на рынке в реальной жизни, конечно же, невозможно. Каким бы вы предвзятым техниками не были, все равно рано или поздно вы обращаете внимание или там, либо здесь под воздействием обстоятельств, или жизненных перемен и на другие факторы. Факторы фундаментальные. Ну, а фундаментальному человеку все равно на технику, хотя бы на тренд приходится обращать внимание. Что касается аэрофлота, здесь, безусловно, мы идем по тренду. Единственное, только что аэрофлота все-таки рос, вот, предлогом для этого роста были новости по поводу принятия законов в Госдуме. А сейчас он уже вот вчера был принят в третьем чтении, как говорится, «By the room, sell the news». Есть определенные сомнения. Тем не менее, несмотря на то, что аэрофлот, возможно, использует теперь новый закон о том, чтобы всех нас заставлять платить дополнительные деньги за багаж, все-таки я вашу сделку не то, что поддерживаю ментально, но желаю вам удачи, чтобы все-таки вы, господа, показали положительный результат по итогам недели. А итоги мы уже подведем в понедельник. Вячеслав Абрамов, главный инвестиционный констант финансовой группы «БКС» и Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «Амакец». Спасибо вам огромное, господа, что потратили уйму времени для наших телезрителей и помогли в чем-то разобраться. Ну и где-то, я надеюсь, поработать нашим телезрителям над ошибками и понять, как все-таки обыграть эти толпы ушлых мужиков на рынке, и отобрать у них немножко денег. Спасибо огромное всем за внимание. До понедельника.